Привет, друзья! Турция значительно увеличила экспорт товаров в Россию. Экспорт турецких товаров в Россию в июне вырос на 46% по сравнению с показателями 2021 года и на 52% относительно прошлого месяца. Согласно опубликованным данным, за июнь турецкие партнеры заработали около 790 миллионов долларов, тогда как в мае эта сумма составила 518 миллионов. Среди наиболее популярных экспортных товаров – фрукты и орехи. Их завезли на 168 миллионов долларов. Также заметно увеличилась продажа автомобилей, необходимого оборудования и комплектующих. По прогнозам экспертов, Турция сможет выйти на 4-е или 5-е место в списке крупнейших стран-экспортеров в Россию. Если и есть зависимость, она носит непрямой характер. Почему? Ключевой проблемой современного Запада, и не только, кстати, российского, но и Соединенных Штатов Америки. Но Соединенные Штаты Америки, они самодостаточны, поэтому они решают эту проблему в рамках своего миропонимания. Является непонимание причин, невозможность остановить экономический кризис. Подавляющее большинство населения, большинство западных стран глубоко начхать. Для многих из них Украина-то и есть Россия. Для многих из них, соответственно, это все носит достаточно абстрактный характер. Если вы посмотрите на активность прессы в этом отношении, то вы увидите, что она сплошь инспирирована. То есть, это в чистом виде бюджетные вещи. Заплатили денег, стали писать про Украину. Не заплатили и не стали писать. И по этой причине особого смысла в том, чтобы для большинства участников процесса их введения как-то связывать с ситуацией на Украине нет. Единственный смысл, который есть, это свалить на операцию экономические проблемы. То есть, в реальности значимость Украины для современного Запада такое же следствие экономического кризиса, как высокая инфляция. Из-за того, что высокая инфляция, приходится разговаривать про Украину, потому что больше никак не объяснишь своему народу, что происходит. То есть, что кто-то виноват. При этом объяснить это получается плохо. Мы видим, что концепция путинской инфляции в Соединенных Штатах Америки не пошла. Но надо еще при этом учесть, что тот же Павел, глава Федерального резерва, выступая в Конгрессе, прямо сказал, что Россия к этому не имеет никакого отношения. Это очень важная вещь. Потому что это фактически означает, что он дезавуировал Байдена. Или точнее сказать, что он объяснил, что концепция Байдена в вине Путина носит не объективный экономический, а политический характер. Что касается Западной Европы, то там абсолютно аналогичная ситуация. Непонятно, на кого свалить вину. Дело в том, что специфика политической культуры западной, да и вообще любой, она предполагает, что политик несет ответственность перед теми группами лиц, которые его поддерживают. А современная модель политическая внутри себя никакой ответственности не предполагает. То есть, либеральная концепция предполагает, что политик ни за что не отвечает. Что если уж он пролез на свою должность, то в этом случае он отвечает перед своим кошельком, перед теми людьми, которые его двигали, но не перед общественностью, которая за него как бы голосовала. Ну, или даже не голосовала. Много ли народу голосовало за Джонсона? Или вот сейчас будет голосовать за преемника Джонсона? В Англии. Какие-то 3% населения максимум. А то и меньше. Так вот, фокус состоит в том, что для того, чтобы вот эту самую ответственность, про которую население считает, что она есть, а политики точно знают, что ее нет, ее надо перенести на кого-то. И современная культура отмены ответственности для политиков состоит в том, что каждый раз придумывается в рамках некоторого консенсуса отмазка. Эта отмазка может сработать, а может не сработать. Вот в Соединенных Штатах Америки попытка перенести ответственность на Путина не сработала. Что создает очень большие личные проблемы для Байдена. Ну, в общем, что нам проблемы Байда. А вот, соответственно, для граждан Евросоюза тут все сложнее. Я не буду сейчас анализировать, что думают граждане, потому что мой опыт общения с людьми, мне довольно много звонят люди разные, пишут. Кроме того, у меня есть такой жанр, я про него рассказывал много раз, как индивидуальные консультации. И, ну, относительно много. Я очень этот жанр не люблю, он для меня тяжел, ну, просто психологически. Потому что работа индивидуального консультанта – это всегда работа психоаналитика. То есть ты должен разобраться в реальных мотивах человека. Что у него происходит и почему он к тебе обратился. Потому что если ты этого не поймешь, то удовлетворить его практически невозможно. А люди далеко не всегда понимают, а почему что же их не удовлетворяют. Их изнутри свербит, а вот что, они, скорее, очень часто не знают сами. Так вот, те люди, которые приходят ко мне на индивидуальные консультации, они мне рассказывают, как они живут. Ну, ровно для того, чтобы я мог адекватно ответить. И вот те люди, которые ко мне звонят из Соединенных Штатов Америки, из Италии, из Германии, они, в общем, рассказывают, что и как происходит. И становится понятно, что жизнь у них, в общем, совершенно не такая, как описываются в разного рода смех. И более того, нельзя совершенно читать всякого рода блоги, социальные сети и так далее. Потому что то, что люди пишут в блогах, это очень часто либо попытка изобразить нечто, то есть ты обманываешь либо окружающих, либо самого себя, либо же очень часто это неявная пропаганда. Люди, которые эмигрировали, очень часто ненавидят ту страну, из которой они уехали, даже не потому, что им что-то плохого сделали, а потому, что они понимают, что они должны сами перед собой оправдаться в своем поступке, что они уехали. Потому что это в глубине души люди понимают, что это предательство. И, соответственно, есть еще одно обстоятельство. Они очень часто играют роль пропагандистов. То есть им спецслужбы, соответствующие или политические ведомства, но обычно эта работа ведется через спецслужбы, намекают, какую точку зрения сегодня нужно излагать. И вот эта вот русофобия, она во многом носит, во всяком случае, в Израиле такой управляемый характер. Я считаю, что это симптоматика чрезвычайно тяжелой болезни израильского общества, потому что, когда евреи, демонстративные евреи, поддерживают, ну, как в Израиле, поддерживают страну, которая открыто и демонстративно поддерживает, это очень тяжелый случай. То есть, грубо говоря, это люди, которых Холокост ничему не научил. Я с некоторым ужасом думаю, что они заведут ситуацию в повторении этой темы. С этим, я не знаю, что с этим делать. Но я совершенно точно вижу, что то, что мне говорят в индивидуальных беседах вот от этих вот блогов и социальных сетей отличаются разительно. Да, разумеется, можно предположить, что люди, которые ко мне обратились, это такие специфические люди. Не то, чтобы там могут быть разумные люди. Нет. Все разумные люди оттуда сбежали. Ну, или находятся в состоянии сбегания. Все, кто является хотя бы минимальным патриотом, они по определению дебил. Но это как раз создает очень большие проблемы для Запада. Но у них другое. Дело в том, что англосаксонский мир, а современный Запад живет по англосаксонским лекалам, мы в разные времена были либо третьим сортом, либо вторым сортом. Но в любом случае выдающиеся достижения цивилизации, они могут быть только у первого сорта. Если вы внимательно посмотрите, как устроена история англосаксонская, в том числе история науки, то вы увидите, как из нее аккуратно вычеркиваются все те лица, которые не англосаксонские. Кстати, в нашей стране это приводит к тому, что у молодежи есть ощущение, что все технические изобретения это, соответственно, англосакс. То есть, либо Великобритания, либо Соединенные Штаты Америки. Кстати, многие не знают, что, например, подавляющее большинство технических изобретений второй половины 19 века это Германия 30-х годов. Ну, 20-30-х годов. Первый компьютер в мире сделан не в США, а в Германии. Первый вертолет, который летал реально, сделан в Германии. Первый реактивный двигатель сделан в Германии. Просто после войны Германии запретили делать авиационные двигатели. Ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, фокус состоит в том, что в этой ситуации понимание того, что происходит в экономике с точки зрения вот этой вот англосаксонской культуры экономической, она в принципе не предполагает, что мысль может родиться за пределами англосаксонского мира. Это одна из причин, почему я практически не пишу своих текстов на английском языке. Понимаете? Это смешно. Как можно закрыть свои, ну, грубо говоря, засекретить свои тексты, если они все убликованы в открытом виде. А очень просто. Убликуйте их не на английском языке. Это вот, да, ну, хорошо, может быть, иногда японский и немецкий. Это не совсем так. Но если вы публикуете на русском, то можно с уверенностью сказать, что специалисты до ваших текстов не доберутся. Нет, они могут прочитать. Я, например, точно знаю, что книжку 2003 года «Закат империи, доллары и конец пакта Американо», ее перевели в реферативном виде. И я, собственно, подозреваю, что некоторые люди, ну, такие, например, как Рубини, эту книжку почитали. И именно из этой книжки и вылезло, соответственно, все знаменитое предсказание Рубини. Но фокус тут вот в чем? О том, что будет кризис с 2008 года. Но фокус состоит в том, что они даже это воспринять не могут. Они это воспринимают совершенно по-другому. То есть, ну, очень условно. Мы пишем о системном крахе современной модели западной экономической. О системном крахе. То есть, вся система приходит в состояние, при котором она функционировать и вообще существовать не может. А, соответственно, западное понимание этих наших расчетов выглядит так, что есть какой-то параметр, какой-то параметр, который выходит за пределы границы. И, ну да, вот эти ребята вычислили этот параметр. Поэтому надо объяснить руководству, что надо этот параметр загнать обратно в норму, и тогда все будет снова хорошо в рамках старой модели. Это принципиальная вещь. Отличие системного подхода от подхода практически тактического. Так вот, беда современного западного общества состоит в том, что оно не видит системной проблемы модели. Причем причин тут несколько. Первое состоит в том, что вообще экономикс не предполагает системного подхода. то есть большая часть так называемых экономистов с точки зрения миропонимания 50-х годов 20-го века у них образование не высшее, а средне-техническое. То есть иными словами они получили образование техникум. Человек, который окончил техникум очень хорошо может разобраться в том, как функционирует конкретный станок, но понять почему станок был сделан именно так он не может. Его система образования это не позволит. Второе. Люди, которые создавали эту систему в 70-е и 80-е годы, они уже умерли. Ну вот один из последних был Пол Волкер, который умер совсем недавно. Собственно строитель. Отец того, что потом получил название Рейгановка. Ему было очень много лет. А их дети и внуки в научно-образовательном смысле они уже не тянут. Пункт третий состоит в том, что для того, чтобы разобраться в этой системной ситуации нужно иметь теорию. А теории нет. То есть условно говоря, если вы смотрите на статую только с фронтона, вот спереди, то вы очень многие детали нетривиальные можете не видеть. Знаете, есть такая известная одесская шутка. Вопрос, с какого люка видно у дюка? Ну, те, кто понял, те, значит, поняли. остальные будем считать, что они люди приличные и неиспорченные. не за чем. Так вот, фокус состоит в том, что если вы смотрите все время с одной позиции, то вы очень многие вещи можете не видеть. И сейчас это реально вот так и происходит. Не видя. Но, поскольку политик обязан следовать, интересам тех, кто их назначил, то есть реальных элит, то есть эту ответственность с них никто не снимал. Они не видят своей ответственности перед народом, а перед своими руководителями они видят. И вот эти вот элиты, и дело даже не в том, что они либеральные, как, соответственно, в странах континентальной Европы, или это элиты, так сказать, старые Британской империи, как это происходит сейчас в Лондоне, или это элиты с одной стороны либеральные, а с другой промышленная элита Соединенных Штатов Америки, как сейчас в Соединенных Штатах Америки. Это не важно. Важно, что они понимают, что нынешние не справляются, и их надо убирать. при этом они находятся в состоянии очень тяжелом с точки зрения смены. Я не знаю, менял ли просто личный опыт. Смена программиста, на котором висит много всяких дел, даже если он облажался в каком-то одном деле, вещь всегда страшно сложная, потому что на нем висит еще целая куча более мелких, и если вы его снимаете, то вам нужно под все эти мелкие дела искать новых людей, им объяснять, им еще чего-то, это всегда совершенно страшный геморрой. Поэтому по возможности пытаются скорее его бить палкой по голове, чтобы он исправился, чем, соответственно, его увольнять. Но если уж его все-таки увольняют, то очень бы хорошо, чтобы пришел на его место человек, который понимает, что он делает. А вот тут мы видим замечательную картинку. современные политические элиты, то есть те, кого можно назначить на пост премьеров, специалисты технические сегодня сидят не на посту премьеров и министров, они сидят ниже. И они тоже не знают. То есть иными словами, нужен переходный период, в котором сейчас придут люди, которые предложат другую локальную модель, потому что модель сваливать все на Россию и, соответственно, провоцировать дальнейшее нарастание кризиса. Эта политика признана элитами нерациональной, потому что от нее негатива больше, чем позитива. И по этой причине они и откладывают все. Они хотят сейчас, чтобы пришли люди, которые могут с нами договориться. Вот это принципиально важная вещь. Они с нами должны договориться. Вот почему идея коренной Геворгиан о том, что G20 это будет такой аналог Тегерана 43, где была сделана первая попытка договориться. Вот это достаточно интересная тема. И вот теперь я задам один вопрос. Если сейчас вот это падение премьеров связано именно с этим, то есть люди, которые находятся в старой модели, поскольку они не находят выхода, их надо убирать, должны прийти новые, которые должны договориться до тех пор, пока не будут найдены люди, которые понимают, что происходит и которых можно назвать. нормально. Вот теперь вопрос. А в бизнесе как? Понимают ли руководители бизнеса и мирового, и российского, что люди, которые у них сегодня руководят бизнесом, наемные менеджеры, так же неадекватны, как старые генерации европейских политиков. Потому что модель меняется. Собственно об этом поговорил наш верховный главнокомандующий. Ну ладно, хорошо, будем считать, что он ничего не понимает в экономике. Но жизнь там, а вот она. Мы даже сделали специальную компанию, агентство стратегического прогнозирования Ковчега, которая собственно должна отвечать на эти вопросы, мы это знаем. Но вот задайте себе отчет, а почему премьера пат уже начался, я думаю, что будет продолжаться. А вот соответственно падение наемных директоров пока не произошло. Видимо еще рано. Но начнется. Учтите это. Дело в том, что подавляющее большинство людей, которые уезжают, они уезжают совсем не в ту страну, в которую они уезжают. Они уезжают в тот пропагандистский образ. То есть они бегут из страны, которая из России в данном конкретном случае, которую они себе представляют в рамках пропагандистского образа. И соответственно они бегут в страну, которая у них в голове, а вовсе не в реальности. И по этой причине подавляющее большинство на самом деле потом оказываются страшно разочарованы. Часть программистов, которые убежали ненадолго, уже вернулись обратно. Значительная часть. Но те, которые убежали совсем, с моей точки зрения сегодня это просто идиотизм клинический. Потому что жизнь на Западе будет стремительно ухудшаться в ближайшие 5-8 лет. Просто стремительно. Но тут уж я ничего сказать не могу. Жалко только детей, которых они с собой плачут. В общем и целом это пропагандистская модель. Что касается граждан, которые в Соединенных Штатах Америки, то нужно понимать, что да, они уезжали в Соединенные Штаты Америки, это их предки, либо от совершенно невыносимой ситуации, грубо говоря, от еврейских погромов, либо от тяжелого голода, потому что во время религиозных войн все-таки происходило целая куча разных проблем, и в общем они были вынуждены уехать иногда под угрозой прямого геноцида, природного, вот я уже говорил про голод, про маловедниковый период, так и угроз со стороны альтернативных религиозных групп, грубо говоря, протестанты резали католиков, католики резали протестанты. Что касается сегодняшней картины, то мы видим, что пропаганда, которая идет западная, она совершенно не соответствует реальности, это очень хорошо видно, потому что они пишут про нас, и по этой причине разговаривать об этом не приходится, у нас нету сравнимой помощи у пропагандистской машины, хорошо это или плохо, что с этим делать, это отдельно, вопрос хорошо в том смысле, что эта машина требует совершенно колоссальных денег для своего существования, и нужно ли эти деньги тратить в внешних условиях, это вопрос, но когда у вас когда и когда мы имеем человека, у которого в голове картины мира сложены из разных пропагандистских историй, то поскольку пропагандистские истории они всегда локальные и тактические, но вот смотрите, есть пропагандистская история, что надо заставить Россию допустить на рынке украинское зерно, потому что это позволит снять угрозу голода, это чисто пропагандистская история, Путин про это много раз говорил, объяснял про объемы зерна, на Украине сейчас уже просто нету такого объема зерна, который может хоть как-то на что-то повлиять, значит дальше ощущение значит вот Россия должна это сделать, а с другой стороны утверждение о том, что Россия целенаправленно создает голод, значит что получается в результате, в результате в голове у человека получается полная каша, с одной стороны Россия хочет голод, с другой стороны голода нет, да разумеется, если организовать голод на Западе, то потом можно пытаться под это дело значит подвести, что это опять-таки коварные замыслы Путина, но дело в том, что информация об объемах зерна, она в общем есть, и по этой причине любой человек, который задается вопросом, а человек, который хочет кушать, всегда задается вопросом, он довольно быстро обнаруживает, что Россия никакого зерна не припрятывает, и в результате у людей, которые поверили пропаганде, у них в голове образуется такая каша, которая, есть такой даже термин, когнитивный диссонанс, когда локальные внутренние картинки в голове начинают противоречить друг другу, и вот в этой ситуации эти люди начинают находиться в очень тяжелом психиатрическом состоянии, это, кстати, одна из причин, по которой в нынешних Соединенных Штатах Америки доля психиатрических заболеваний очень сильно выросла, потому что люди отказываются думать, у них нет в голове системной картинки, но результат получается такой. Значит, понимаете, в чем дело? Дело в том, что не забудьте, что правительство тут совершенно не при делах, потому что это закон. Закон этот приняла Единая Россия, которая до сих пор контролирует Госдуму. Значит, Единая Россия должна публично признаться, что она совершила принципиальную ошибку, проголосовав за этот закон, хотя все были против. Сделать это достаточно психологически сложно. Это с одной стороны. С другой стороны, нынешнее руководство Минфина прилагает титанические усилия для того, чтобы этот закон не был принят. А по раскладке именно Минфин должен проект этого закона представлять в правительство и потом отвечать за него перед Госдумой. Теоретически можно пытаться это социальному блоку поручить, но вопрос-то это все равно бюджетный, то есть без согласия Минфина это сделать нельзя. А Минфин ляжет костьми, потому что этот закон был принят под руководством нынешнего министра финансов Силуану. Поэтому я склонен считать, что до того, пока либеральная команда не будет уволена из социального блока правительства и из Министерства финансов изменений не будет. Вообще, конечно, нужно возвращать пенсионный возраст, потому что люди, которые могут работать и хотят работать, они и так будут работать не 60 лет. Я работаю и совершенно не собираюсь останавливаться в своем деле. Вот такая вот картинка.